Всем привет! В начале видео давайте рассмотрим такой вот канал Pinterest Да, интересное название Вводим 3D модели Если вам что-то здесь будет нужно, нужно регистрироваться Свой код и, короче, почта На почту регистрируйтесь Ввели, что вам надо, допустим И вот здесь очень много информации по 3D моделям И также вот для работы в The Brush Вот уже готовые здесь есть барельефы Вот вы видите детали всякие и так далее Здесь все можно найти Пользуйтесь, кому пригодится Возможно, информации тут очень много Вот такие можно здесь найти узоры Возможно, на нарды или еще на другие какие-то детали Розетки, лепнина Все, короче, красиво, хорошо сделано Так, еще один канал Это называется он DemiArt Вот, вы здесь тоже регистрируетесь Что здесь можно делать Что здесь можно делать Здесь есть По 3D вот уроки, редакторы И также вот 3D работы И 3D работы Вип Здесь 3D работы Вип Вы создаете Свою работу И ее потом дорабатываете В процессе Тут уже Смотрите Делаете Вот так вот все Это вот моя работа тоже Здесь вот поэтапно Вы ее дорабатываете Вот так вы выкладываете процесс работы Потом Потом Общаетесь Вам тут кто-то может Поможет Что-то с информацией Там Подкорректирует Вас Также здесь Есть 3D работы Ваши Вы можете просто Их выкладывать Для обзора Делаете Вот опять же Свою Так сказать Папку И вот здесь вот можете Выкладывать все Свои работы Вот Здесь вы общаетесь Есть мастера Модераторы И так далее Словом Кому надо Пользуйтесь Заходите Регистрируйтесь Так Теперь давайте Зайдем в TheBrush И разберем Как Работать с сеткой персонажа Вот Уже Знакомый Наверное вам Персонаж Коба Вот теперь Давайте Рассмотрим Вот он Состоит из Трех Саптулов Как Все это Можно Объединить И сделать Цельную Модель С одним Полигоном Так Разберем Это Сначала Нам нужно Все объединить Жмем Merge Down Нажимаем Always Ок Если нам Нужно Объединять Все модели Не подтверждая Что да Этот Саптул Или этот Саптул Вот мы все сейчас Объединим И посмотрим Как это все Сделать Однородно Без Стыков Без разных Вот этих Саптулов И разных Полигонов Модель У меня Весит Три с лишним Миллиона Полигонов Чтобы Была Качественная Понизить Всегда Можно Вот Наши Саптула Объединились И теперь Что нам нужно Сделать Давайте Делаем На эту модель Можно Просто Уже Такую продублировать Давайте Посмотрим Просто Делаем Дубляж Отключаем Дублированную Высокополигональную Модель И теперь Заходим В Геометри И жмем Дайномеш Дайномеш Ставим На 528 Ну у кого Сколько Позволяет Комп Ноутбук И отключаем Project И жмем Групп Вот эту Вот он нам Высвечивает Что нужно Убрать Дивайды Вот мы Удаляем Сабдивизии Эти И теперь Жмем Дайномеш Сделаем Один Полигон Контрол Д И теперь Жмем Групп И Дайномеш Опять Опять Он высвечивает Что Удалить Удалить Полигона У нее 1000 Вот Теперь Посмотрим Как она Выглядит Вот такая Она стала И теперь Что Нужно сделать Делаем На нее Полигон Кстати Кстати Верхняя Верхняя Постоянно Должна быть Включена А на нижнюю Не переключайтесь Только Добавляйте Вот этот Включенный Значок Иначе У вас Не получится Жмем Project И сейчас Посмотрим Что будет С моделью Так Давайте Я приближу Вот Вы видите Детали Как наложились На модель И теперь Можно Отключить Высокополигональную И вот У нас Низкополигональная Вот такая Стала модель Однообразная Вы видите Один Саптул Все четко Все хорошо Здесь потом Можно доработать Если где-то Детали чуть-чуть Не так Спроецировались Вот эту Высокополигональную Можно Теперь Удалить И теперь Можно С ней И работать Уже На низких Уровнях И на высоких Вот так Она будет выглядеть На низких На средних И вот так На высоких Уровнях На низких Уровнях Можно Корректировать Все Вот это Добавлять Объем Чтоб модель Была хорошая Без Повышение Полигонов Вот так Вот она стала Выглядеть Вот цельная Так Еще одна Проблема Которая Может у вас Получиться Когда вы Используете Допустим Другие Так Другую Модель Под передел Вот у меня Тело Вы видели Что я его Полностью Переделывал В другой модели Полностью Вот это все Вытягивал Посмотрите Видео Кто не видел Как все это делалось Голова Вот Вот это вот Голова Я ее делал Полностью Скульптрис Недооцененная Кстати Программа Работать здесь Очень легко Вытягивает Мягко Видите Модель Глажи Становится Сколько Забраш Пытался Сделать Если она Делает Гладкость Теряются Очень много Деталей А здесь Вы можете Все это Красиво Мягко Выгладить Модель Мягкая Очень Когда Закидываешь Забраш Она становится Чуть Грубовато Вот эти Детали Выглядят По-другому Но это Кто Попробует Поймет Так И теперь Что Проблема В чем Заключается Проблема Заключается У нас Вот именно В симметрии Вот сетка У нас стоит Вот так Вот И теперь Что нам Нужно сделать Давайте Закинем Вот эту модель Скульптрис Программа Скульптрис Если с сеткой Что-то не так Она просто не примет Модель И Будет Проблемы потом Вот Вы видите Как модель У нас Загрузилась Ее Теперь Нужно Вот так Перевернуть И вбок Чтобы она Лицом У нас Вот так Загружалась Как это сделать Теперь Мы Переходим На Х Вот так И Давайте Модель Чуть Повертим Нужно Крутить С помощью Ротации Деформация Вот Так Вот Так Раз Вот И теперь Можно Ее Проверить По симметрии Как ее проверять Это включайте Х Вы видите Вот Как все Работает Теперь Нужно Ее Положить Вот Так Отключаем Симметрию И Вот Так Ее Ложим Переключаемся На З 10 И Чуть Выравниваем Вот Теперь У нас Модель Более-менее стоит Симметрично Вот Вы видите Что Можно Работать По симметрии Вот 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 Делать Что Хотите С ней Теперь Вы Когда Сохраните Она высветится В скульптрис Вот Именно Вот По этой Оси Давайте Посмотрим Так Вот Модель Выглядит И Крутится Видите Симметрично На Просмотре Вот Вот Такая У нее Получается Функция Вы видите Что Скульптрис Хорошо Принимает Эту модель После Заремешера Поправки Сетки Если Сетку Не поправить Скульптрис Может Но Если Что-то Не Примет Вот Вам Как Индикатор Правильная Модель Неправильная Можно Скульптрис Проверить Всем Пока До свидания